всем привет доброе утро мы идем на завтрак кофе это вообще я его даже не допила вот это который вчера дел нас кафе да вот это в порошке гадость конечно редкостная попробовала и вылила невозможно конечно такое пить как я скучаю за своей кафе машиной теперь долго без нее ладно пойдем завтракать всем кто будет завтракать приятного аппетита не убиться по лестнице коля не тащит здесь конечно нормальный кофе я имела ввиду который в этом в комнате там чайник с этим с порошковым капучино так в принципе все то же самое что и вчера было в десерте какой-нибудь взять сейчас посмотрим что коля берешь я наверное яйца возьму только и черный хлеб который вчера мне понравился наш завтрак колин и бой приятного нам аппетита до вчера мы на пробовались не будем рисковать много чего есть сегодня сели возле окна хорошо на сегодня погода да все все затянуто вчера ветер такой был мы сегодня не знаю есть нет еще не выходили на улицу никого нету но там сзади еще сидят пару всем еще раз привет мы уже в машине уже двинулись к колиному дяде как у нас есть полтуз не знаю правильно неправильно мы говорим 70 километров 77 от нашего отеля но и все уже оттуда мы поедем в россию многие угадали но конечно это ясно конечно едем полиной маме проведать я уж давненько не было поля то я бывал уже ну естественно бывает вот в том году только был осенью потом это корона началась конечно проблемы были ну и квартира то что до однокомнатная как мы будем там все тесниться ну главное в тесноте да не в обиде да что ладно как-нибудь проживем посмотрим сколько времени будем там ну не знаю может быть недель может быть меньше посмотрим погода у нас ужас дождь конечно идет здесь среди недели не знаю как будем там можно проходить может быть выходные было бы лучше как повезет короче нам посмотрим ну наверное надеемся повезет нам будем надеяться ладно встретимся уже попозже не знаю получится не получится еще раз говорю поснимать коленову дядю там с ним а на таможне уже встретимся обязательно на русской красивые тут леса такие правда дорога это трясет чуть-чуть еще 40 километров вообще в польше очень красиво много лесов таких да вся в лесах больше сколько вот едешь все время также с германии да пока ехали сейчас вот по больше смешанной смешанной сейчас вот немножко дорога выровнула 100 ехали как на паровой бочке прыгали стирали доски но дороги в принципе да как и везде у нас тоже есть и хорошие по идее посмотрим что там в россии а кпс и есть зала бакет отель жил там он озеро какое-то деревушки такие тоже то чистенькие так посмотришь хорошо Пошел. Распогодилось. Тепло опять стало. Красиво. Здесь какой-то костел. Церковь. А это фотоаппарат? Ну, это этот, кажется. Для больших машин. А, высокий, да, такой? Ой, что, перевернулся, что ли? Ничего себе. Грузовик съехал. Не попал. Да тут этот, вон, видишь, этот обрыв. Ну, что, мы заехали. Это как город считается, или что? Полтуск. Нам остался один километр. Такой небольшой городок. Машин много сейчас. Ну, что, мы приехали. Сейчас должен подойти Колин дядя. Ну, мы так заходить, мы сразу сказали, что мы заходить не будем, потому что это так все спонтанно, и нам надо быстро же в Россию ехать газовать, чтобы успеть до вечера на границу, как бы. Мы не хотим ночью, сейчас он подойдет, Коля встретится с ним, и поедем дальше. Стоит. Ну, сейчас для него тоже, да, будет. Не видел сто лет. Я-то один раз всего видела его, и то в Казахстане как-то. И Коля тоже давно не видел. Да, сейчас все редко, конечно, видятся. Нет, иногда даже и вообще не видятся. Но так как мы здесь были, поэтому это надо было обязательно сделать, встретиться. Ну, что, Коля встретился со своим дядей, братом, да. Ну, выставлять мы это не будем, все-таки это личная такая встреча, да, была. Давно не виделись, конечно. Конечно, как-то даже и не по себе, да. То, что давно не видел, и все-таки уже, да, возраст. Ну, ладно. Оставим это при себе. Ну, едем сейчас. Короче, тут пробки стоим. Этот город, оказывается, как твой брат сказал, сколько? Больше тысячу лет. Тысячу лет. Вот на стене как раз вывеска. 1863. Сейчас тут пробки. Ну, рабочие дни. Ну, вот на стене как раз вывеска, да, на стене как раз вывеска, да, на стене как раз вывеска. Ну, симпатичный так городочек. Сейчас проехали вот там, где мимо, да, видели, да, дома какие красивые, тоже такие рыноцветные. Все старые постройки везде. Это центр города получается. Немножко и Калининград, да, напоминает? Вот эти вот дома. Что-то есть там такое в Калининграде. Но дома все невысокие. Выехали, наконец-то, мы с этого города, да? Да. А то что-то там везде все перекрыто было. Мы крутились, крутились. Ужас. Везде эти и полицаи стояли. То, что там что-то ЛКВ, это, называемая машина, сломалось прямо на кольце. Поэтому пришлось назад задавать, потом ехать в другую сторону. Наконец-то все. Выехали у нас впереди 300 километров. Дай бог за нас кулачки держите, чтобы мы быстро границу прошли. И а то мы сейчас сидели, когда, ну, с коленными родственниками, мы зашли к ним домой, чай попили, конечно, пообщались, поболтали. Ну, и нам это, брата, жена, говорит, к ним приезжали друзья, говорит, они поехали. Ну, в Казахстан, да, они поехали через Калининград тоже. Месяца пять назад. Да, они стояли 20 часов или трое суток, они сказали? Что-то такое. Нет, это другие, да. Короче, трое суток они стояли на границе. Вы представляете, с детьми, вот я говорю, боже, не дай бог, если такой. Если, говорю, такое будет, мы обратно лучше поедем. Но стоять мы не будем три часа. Так что... Три часа, три дня. То есть три дня, да. Так что удачи нам. Заехали мы в магазин, называется Бедренка. Мы его помним, как раньше, да, когда ездили тоже. Ну, это типа наши, знаете, такие сетевые магазины, Альди, Лидл, да, такое. Перекусить что-то, а то перед границей все-таки, да, неизвестно, сколько мы будем стоять. Коля взял тут такую большую какую-то плетенку, хлеб такой сладкий. Ну, конечно, он столько не съест, так на всякий случай, да. А то вдруг трое суток будем стоять. Да, я-то все хорошо, так. Будем питаться. А я взяла такой, как маленький такой багет, он сырный такой. Ну, потому что мы же в Польше не знаем, что там так сильно написано. Курчак, да, курица? Курчак. С Курчаком там было, но неизвестно тоже, я такое не очень люблю. И попить взяли. Коля взял себе йогурт этот питьевой, а я потом увидела кефир, и я захотела кефира. Вот помните, как в советские времена батон с кефиром? Вот я как вспомнил, думаю, все, я беру. Что, будем сейчас перекусывать или там потом? Потом проедем чуть-чуть. Пока он холодненький, на улице тепло. Ладно, будем ехать дальше. Нам еще сколько? 200 где-то до границы. Та-дам! Посмотрим. 239. 240 километров? Да, 239, ну 240. Что-то мне не сказало, что не было. Ветер на улице какая-то, у кого что лежит, у кого что стоит, какая разница. Ладно, будем ехать. Мы уже потихоньку подкрадываемся к границе, осталось 6 километров. Ну, саму границу... Кто знает, там этот мост знаком? Да. Ну, саму границу, конечно, я снимать не буду. Посмотрим, сколько времени у нас уйдет на то, чтобы ее пройти. Когда пройдем, потом скажем. Ну, надеемся, что будет быстро, пока машин вроде не видно. Тут такие гонки были, да? Да. Кто быстрее? Ну, сейчас вроде бы не видно никого. Наверное, уже все там. Все остались задержаны. Ну, что? Она новую группу догнать. Да. Ну, полосатый купальник. Стекло у нас опять, конечно же, все в мошках. Ну, мойки у нас не попадались. Уже будем мыть машину в России. Ну, все. Мы прошли границу. Мы в России. Так что прошли. Слава Богу, все нормально. Мы подъехали. Вообще, честно говоря, мы были вторые. На границе вообще народу не было. Нам, конечно, повезло очень. Перед нами была одна семья. Ну, и потом сзади там уже несколько машин подъехал. Но проверяют досконально, честно говоря. Заставили полностью чемодан вытащить. Открыть все сумки, которые у нас сзади. Все вытащить. С багажника полностью все вытащить. Открывали эту крышку. Все-все проверили. Короче, ну, вот так вот. Паспорта все забрали. Декларацию, если что, да? Если кто-то будет ехать. Сейчас долго то, что стояли декларацию, еще заполняли. Коля взял специально, когда назад будем ехать. Вот такие формуляры, да? Чтобы дома уже заполнить. И с ними, с готовыми ехать и отдать. Потому что это все время тоже, да? Вот так вот, когда стоять надо. И заполнять. И холодно еще. К тому же мы задубели. Ну, а так все нормально. Слава богу, да? Как говорится. Короче, мы в России. Все хорошо. Коля сейчас заправится чуть-чуть. Потому что мы уже так и думали. Мы сначала в Польше, да? Перед тем, как заехали в Польшу, заправились. Нам хватило покататься, да? Везде все. Ну, и вот сейчас заправились. Так что все. Прошли? А, ну, насчет визы, да? Если вот вы хотите визу электронную получить, то заходите на МИД России, да? Сайт такой есть. Заполняете. Сначала регистрируетесь, да? Потом заполняете все полностью, все о себе. Да? Если мужчина, который служил, да? Пишет по какой, в каких странах последние три года были. Все это заполнять. Короче, где крестился, где родился, да? И потом где-то через дня три-четыре приходит уже, это как, электронная виза. Вот она в бумажке тоже, ну, в такой, это формуляр, она у меня сейчас складанная в этом, в паспортах. И все, приходит ты ее, дрюкаешь, как говорится, и все, и едешь, все нормально. А так больше ничего не нужно с собой брать. Главное, чтобы виза была, райзы, пассы, да, паспорта, естественно, чтобы они были у вас непросроченные. И все. Все банковские карты иностранные, кредит-карты, ничего не работает. Ничего в России не работает. Коля сейчас хотел заправиться. Хотел заправиться и... Вот так вот. Нифига. Спасибо нашему правительству. До свидания. Да. Так что имейте в виду даже, если кто-то поедет, только наличкой. А мы налички-то и не брали. Придется на мамины деньги жить. Вот это да. Ладно, будем собирать бумажки, а то у нас сейчас тут такой бардак, в то, что все вытаскивали. Ну, все, Калининград. Сейчас едем, смеемся. Коля говорит, ну, надо у мамы карточку просить или делать в банке. Ну, в ее нам банке. В ее нам банке. Мамы, ребята, подумали и решили, что зачем вам столько много денег? Будет мама нас кормить, водить, где мы хотим, да? И вот как раз моя пословица. Гуляй, Рванина, мать пенсия получила. Как раз в этом случае подумали. Да, так и есть. Будем гулять теперь на вашем. Ну, а так вот на границе такие все вежливые вообще там. Ну, и женщины, и мужчины работают. Все, если что, помогают. Вообще молодцы. Нету никакой агрессии ничего никому. Раньше, мне кажется, было как-то все, да, по-другому лет. Вот когда я ездила еще 10 назад. Просто народу было много. А сейчас это нервная работа. Да, так каждого проверять. Все под машиной, с зеркалами, все-все проверяют. Ну, а сейчас как-то. Ну, в рабочий день, наверное, все-таки лучше, чем в выходные ехать. Так что будете знать, если вдруг кто-то собирается. Все, мы едем уже по Калининграду. Наш навигатор немецкий в шоке, конечно. Не знает, куда сунутся. Ну, конечно, все правильно говорит, да. Просто это я смеюсь, говорю. Говорю, навигатор наш немецкий в шоке. Пятерочка. Ну, мы тут одни, как белые вороны немцы. Пока еще не видели других номеров. Ну, латвийские номера видели. А так в основном, да. Везде щебенка. Ну, не везде, конечно, вон красота. Вот тут в дверьке у меня этот звенит. Извиняюсь, конечно, трясется. Красоту такую не могу не заснять. Дороги широкие, да? В гостинице Калининград. Стекла грязные, извиняюсь, конечно. На мойку, на мойку надо. Кстати, баварский ресторан. Добро пожаловать. Трактир у Гашика. Ну, какие только названия. Такие названия интересные. Ну, все, на этом будем уже мы заканчивать свое видео. Да, потому что уже вечер, уже подъезжаем. У нас осталось 2 километра. Да, все, и уже мы в России. Так что всем россиянам привет. Да, и тем, кто Калининград знает, с Ленинского проспекта. Здесь мы их заканчиваем. Да. Всем хочу сказать огромное спасибо за ваши комментарии, конечно же. Все те, кто угадал, да, много написали, угадали, что в Калининграде. Ну, конечно, что угадывать, да? У мамы, ой, у мамы, у Коли живет. Мама в Калининграде. Если мы едем в Польшу, то, естественно, и в Калининград, да? Ну что, всем огромное еще раз спасибо и всем пока. Пока. Ну вот и ночной Калининград. Красота. Субтитры сделал DimaTorzok